Всем здравствуйте, рад приветствовать вас в Центре компьютерного обучения «Специалист». Меня зовут Иванов Валерий. Мы с вами сегодня рассматриваем зарплатно-кадровый учет в 1С-бухгалтерии. Рассмотрим основные моменты, которые будут у нас на курсе 1С-бухгалтерия и что вообще есть в программе 1С-бухгалтерия в части зарплатно-кадрового учета. Меня зовут Иванов Валерий. Успешнейший бухгалтер, финансист, экономист, методолог, соавтор программных продуктов 1С по бухгалтерскому учету в строительстве, по бухгалтерскому учету в банках. Занимаюсь автоматизацией крупнейших компаний, написанием методологии для крупнейших компаний российских. Параллельно читаю в Центре компьютерного обучения специалист, курсы. Постоянно повышаю свою квалификацию практическими навыками. Являюсь аспирантом кафедры банковского дела, кафедры мировой экономики. Поэтому любые вопросы экономического характера, бухгалтерского, финансового, то есть задавайте, не стесняйтесь, у кого будут возникать. Почту, если будут возникать вопросы, вы ивановсобачка.специалист.ру. Мы наших слушателей поддерживаем. Приглашаю вас на курсы. Сайт специалист.ру. Можете записать, будут возникать вопросы. Приходите, всегда проконсультируем и назначим нужный курс. У нас с вами практически новейшая версия. Уже вышла на днях 47-й релиз, новая версия. Но в части зарплатно-кадрового учета там никаких изменений не произошло. Поэтому мы можем начинать вести учет для некоторой компании в текущем блоке. Конечно, нам нужен зарплатно-кадровый блок. То есть блок зарплаты и кадры раздел. Конечно, основной момент, что прежде чем начинать зарплатно-кадровый учет, мы на занятиях только тратим час-полтора на все настройки. Это настройки самой зарплаты, физических лиц, должностей, зарплатных проектов, если есть зарплатный проект. Значит, это настройки и ведение кадрового учета, справочник сотрудники, приемы, переводы, увольнения. Это настройки блока вычетов по НДФЛ. То есть обязательно это нужно указывать, все заявления на вычеты, которые пишут сотрудники. Здесь возможно настроить вычеты как социальные, имущественные, так и стандартные на детей. На курсе 1С мы это смотрим. Сейчас мы несколько вычетов можем частично затронуть. Как пример, вся отчетность на курсе 1С рассматривается. Здесь мы отчетность зарплатно-кадровую смотреть не будем сегодня. Но на первом уровне 1С бухгалтерии я обычно всегда даю всю зарплатно-кадровую отчетность. Она включает в себя и 2 НДФЛ отчетность, и ФНС, которую нужно сдать до 1 марта, а невозможность удержать до 1 февраля текущего года за предыдущий год. И отчетность по 6 НДФЛ, и конечно отчетность ФСС и ФПФР, она еще актуальна, за 16 год мы ее сдаем. Конечно, СЗВМ нужно сдать до 15 февраля за январь. Конечно, если нету СНИЛСа у сотрудников, вы должны уметь формировать АДВ, анкеты персучета для сотрудников и получать на них СНИЛС. Ну, это вот так. Образно в целом весь раздел зарплатно-кадрового учета, который есть в теории бухгалтерии, в части курса 1С бухгалтерия. Потому что если мы говорим о зарплатно-управленческом учете, бухгалтерском, именно в программе зарплаты управления персоналом редакции 3.1, у нас тоже есть такой курс ЗУП, зарплаты управления персоналом, и там подробно рассматривается весь учет и кадровый, и бухгалтерский, непосредственно в зарплатной программе. На что обращать внимание и что помнить? Что в типовой бухгалтерии нету как такового табеля учета рабочего времени в виде документов. Явки-неявки будут отражаться только больничными отпусками и никак иначе. То есть большая часть начислений здесь отсутствует. Но если будут какие-то удержания, алименты, мы тоже их сможем удержать. Начнем с того, что есть, и будем говорить, что будем отражать. Первое. Если есть зарплатный проект, то вам, конечно же, нужно будет понимать, что для зарплатного проекта мы будем работать всегда с банком. И далее. Если вы заключили договор на зарплатный проект, первое, что вы сделаете, вы настроите сам зарплатный проект. Затем у вас появится возможность, как только появится зарплатный проект, заводить заявки на лицевые счета. Заявки в реестр будете отправлять в банк. Банк вам будет лицевые счета открывать. Как программа узнает, что для сотрудников открыты лицевые счета? Мы их введем. То есть есть специальный документ ввод лицевых счетов. Вы заведете лицевые счета, и потом останется только два раза или более в месяц создавать ведомости в банк на этих сотрудников и прямо из ведомости выгружать реестр в банк. То есть реестр в банк у вас будет автоматически заполняться фамилией, суммой и лицевым счетом. Дальше уже на стороне банка сотрудники банка зачислят на нужные лицевые счета нужные суммы денег. То есть зарплатный проект никаких сложностей не представляет собой в 1С. Все автоматизировано, все есть. Справочники и настройки. Самое сложное это именно настройки зарплаты. То есть мы сейчас начнем с настройки, посмотрим основные настройки. Некоторые, а часть из них будет в носовом курсе 1С бухгалтерия. Значит зарплата и кадры, настройки зарплаты. Зарплата и кадры, настройки зарплаты. Здравствуйте, проходите. Значит здесь у вас множество настройок. Я всегда всем советую начинать с конца, то есть раскрывать полностью все настроечки и с конца начиная с классификаторов. То есть все что касается 2017 года изменений законодательства, они уже здесь внесены в 1С. И вам не надо запоминать, какие предельные величины или какие ставки для той или иной организации. Просто фуат нужно понимать, есть ли у вас льготы на вот эти все... То есть если вы IT-компания, вы должны соответствовать. Раньше, до 2017 года нам говорили о среднесписочной численности. Сейчас законодательство упростили. Говорят о средней численности, то есть численности сотрудников. То есть даже если есть договоры ГПХ, у вас там минимум должно быть 7 человек, 7 программистов и так далее. А раньше было среднесписочной, то есть именно в штате 7 средней. Предельные величины всех взносов, повторим их на 2017 год. Для пенсионного фонда 876 тысяч, для ФСС 755 тысяч. Все что выше этой величины будет облагаться по льготной ставке в ПФР 10%, ФСС 0%. Все что меньше этих величин, стандартное 22% и 2,9%. Ну а наши для медицинского страхования 5,1% уже 3 года никак не нормируются. То есть если даже сумма превысит 876 тысяч, то все равно вы 15,1 должны будете уплатить в ПФР. Мы сейчас все платежи с 2017 года будем платить в налоговую инспекцию, но все равно мы понимаем, что это как бы внебюджетные, как бы это всегда неформально звучит. То есть фонды внебюджетные, но деньги уходят куда? В бюджет. Часть на текущую пенсию, что-то, что остается, что не остается, это пусть правительство решает и налоговая тоже. То есть это все машина знает. Тарифы страховых взносов она тоже знает. Для каких организаций, что с 2019 года изменится. В налоговом кодексе у вас четко прописано, что есть постоянная ставка, а что временная. Вот все, что сегодня происходит, это временные ставки, а постоянные это 26 пенсионный фонд. А временные это временные. То есть глава 34 кодекса уже пополнилась всеми этими изменениями, которые вступили в силу с 2017 года. То есть все, что с 2017 года в законодательстве действует, оно действует и у нас. Но то, что вы знали, ничего не поменялось. Те же 22 процента, 5,1, 2,9. Да, просто переправили все, что было в 212 ФЗ в 34 главу. Но это на первый взгляд так кажется все, что. А там есть изменения. И, соответственно, чуть-чуть отклонения, изменения есть в сторону ужесточения. То есть все правила зачетов, возвратов ужесточили в каком плане? Что если ФСС или ПФР будут там не согласны или что-то не подтвердят там, особенно в этот час переходный период налоговой, будет ссылаться на них, они ссылаться на налоговую. И это всегда будет такая канитель проблема, особенно вот эти кварталы. Конец 2016 года и начало 2017. Ну а дальше будем смотреть. То есть там есть чуть-чуть, видоизменили. А в целом пока ничего не поменялось. То есть те же ставки, все то же самое. Страховые взносы, скидки, виды доходов по страховым. Какие были, такие по умолчанию есть. Значит, это классификатор в части страховых взносов, точно такой же есть в части НДФЛа. С 2016 года вы знаете, что предельный доход не должен превышать 350 тысяч для вычетов на детей. Для детей-инвалидов, для различных других. Вы также должны знать, что с 2017 года поменялись коды вычетов. Ну, вернее сказать, с отчетности за 2016 год мы уже будем показывать новые коды вычетов. Поменялись они чуть позже, но с отчетностью за 2016 год действует. То, что было 114, стало 126, 114, 127, 114 и так далее. То есть мы видим здесь дополнительные коды и в справках уже будут они фигурировать. Значит, стандартные вычеты. 1400 на первого, на второго, на третьего и каждого последующего, на талию 3000. И есть двойные вычеты, спаренные, на детей-инвалидов, для матерей-одиночек и так далее. Все вычеты, которые существуют, они действуют. Виды вычетов, то есть название каждого вычета можно прочитать. И виды доходов НДФЛ, все зашито. Если я укажу, что я дивиденды начисляю, машина автоматом будет удерживать НДФЛ 13% в момент начисления зарплаты. То есть я начисляю дивиденды, она автоматически удерживает 13% в НДФЛ. Кадровый учет нужно вести упрощенный, если у вас приказы и карточки в другой программе печатаются. Полный, если нет других программ. Способы отражения зарплаты в учете. На каком счете начислять зарплату? Конечно, в 1С редакции 3.0, в отличие от 8.2 и других восьмерочных бухгалтерий, здесь сложная иерархическая структура способов начисления зарплат. То есть я могу задать самую общую настройку или более жесткую, или самую жесткую, которая отменяет все предыдущие. Какие это будут настройки? Конечно, в курсе 1С бухгалтерия мы это подробно рассмотрим, а я вам просто подскажу, что на первом уровне задаются общие настройки, которые действуют для всей фирмы. Я задам 44-й счет, значит она всем будет начислять зарплату на 44-м счете, если торговая компания. Если я уточню, что в карточке Снежиной нам нужен 26-й, именно Снежиной, то она будет начислять только Снежиной на 26-м, а всех остальных на 44-м. Ну и самое жесткое это в начислениях. Если я в каком-то начислении прикажу, что начисляем зарплату Дарья за счет прибыли прошлых лет по решению акционеров-учредителей, то независимо от того, где это Снежина находится, работает, или это Снежина, или это Петров, она будет всем поголовно начислять на 84-й. Потому что говорит, за счет прибыли прошлых лет, значит 84-й никак иначе. То есть машина сама автоматически будет понимать, что кредит 70-го и 69-го, это однозначно. А дебет каких счетов? Каких? Вот тех, которые мы решим. Стандартное начисление, значит, будем смотреть или в карточку сотрудника, или в общие настройки. Если в карточке пусто, то в этом случае ФУАД что будет? Общий счет 44-й. А если в карточке приказано, что это электрики, его нужно на 25-м, значит она будет смотреть в его карточку и говорит, общие не действуют, из карточки 25-й счет. То есть дебет какого счета затрат задается именно по умолчанию в самих настройках. Но варианты вот таких счетов 26-й, 44-й можно посмотреть в способах. Вот в способах у меня по умолчанию 26-й. А я хочу еще создать 44-й. Конечно, статья оплата труда, потому что мы всегда по оплате труда отражаем зарплату. Конечно, я захочу и могу создать 84-й прибыль прошлых лет и прибыль в 1С на специальном субсчете. Конечно, могу создать и 91-й. Если, в каком случае у нас будут доходы с сотрудниками? Зарплата для меня это всегда расход. В каком случае меня налоговый кодекс заставит признать доход? Не расход прочий, а именно доход. Если он не получит зарплату, я ему хотел 200 тысяч заплатить, а он уволился и говорит, не хочу их получать. Я жду 3 года, а мы ее депонировали, и она 3 года ждет, ждет, ждет. И когда-то эта кредиторка превратится в доход, правильно? То есть, списание депонированное будет в доходы на 91-м. Ну, то есть, это всего лишь варианты учета зарплаты, вы их задаете в способах учета. Кстати, затрат по страховым сейчас их обсуждать не буду, на уровне 1-м 1С мы о них расскажем, для чего они нужны, все-таки эта настройка, чем она полезна в 1С. Значит, блок расчет зарплаты. Хотим ли мы, Дарья, ввести больничные отпуска и алименты, исполнительные листы? Хотим, наверное, да? То есть, не значит, что если вы не хотите, их у вас не будет. Если они будут, их нужно вести. Но если вы не поставите эту галочку, у вас их никогда не будет возможности отражать их в учете в 1С, в бухгалтерии. То есть, эту галку включить надо обязательно, а будут или не будут, время покажет. Включаем галку «Вести учет больничных отпусков и исполнительных листов». Машина подсказывает нам не более 60 человек. Более 60, она отключит этот расчет. Ну, потому что 60 человек трудоемко здесь вести, вам нужно будет как минимум штатное расписание, и явки, не явки, и что-то дополнительно, правильно? То есть, машина говорит максимум на отпуска больничные, если ваши работники менее 60 человек. Будете? Нет, надо будет не бухгалтерию. Значит, надо будет не бухгалтерию ставить, а параллельно зарплатную программу, и в ней ввести весь зарплатно-кадровый учет. Да, зарплату управленным персоналом. Зуб нужно покупать, заставляют. Но даже если у вас 20-30 человек, и они реально будут получать реально официальную зарплату, и вам нужно отражать реально их явки, не явки, чтобы машина автоматически рассчитывала им и норму времени, и фактически отработанное время, вы замучаетесь в Excel и где-то это считать. То есть, поэтому, я вам советую, если у вас там 50-60-100 человек, в типовой бухгалтерии зарплатно-кадровый учет не ввести, а сюда выгружать только итоговые проводки, потому что все начисления и удержания удобнее тогда ввести в зарплату управления персоналом. Да, 1С так заставляет, потому что говорить за 10 тысяч хотите все, нельзя. Я просто говорю, в какой момент нет смысла выполнять свои зарплаты и кадры? То есть, когда сколько человек? Вот если нужно, ну, вот, по 5 человек. Конечно, нет смысла. Мы говорим, до 20-30, если они все официально у вас получают по 20 тысяч, и никто не болеет, не чихает, даже если болеют, но вы понимаете, что какие-то там дополнительные начисления, которые не предусмотрены, вручную будете их начислять. Но если у вас каждый раз есть сложная система расчета зарплаты, то есть, постоянно какие-то премии, надбавки и так далее, то есть смысл это ввести в зубе. Но если у вас все просто, 5-10 человек и все по 20-22 тысячи получают, то можно ввести, даже если много, ну, даже если и болеют, можно их учитывать, даже если в отпуска уходят, можно их учитывать здесь. Да, машина позволяет, больничная, отпуска, исполнительная, даже если много получают. Имеется в виду, что вам будет трудоемко, если у вас он получает 100 тысяч, но он в этом месяце не вышел 2 часа в понедельник, 3 часа ушел раньше во вторник, потом еще что-то, вы замучаетесь, значит, где-то вы к цели будете считать. То есть, если такую ерунду не считаем, значит, вам идеально подходит ввести зарплатно-кадровый учет в бухгалтерской базе, без зарплатной программы. Если же вот это все мы считаем и учитываем все явки-неявки, помимо больничных и отпусков, тогда есть смысл задуматься. Но помните, здесь нет возможности ввести разные графики работ. То есть, два через два, сменные и прочее. Здесь стандартная условно-пятидневка, она так думает. Она вам распечатает табель Т-13 стандартными, 8 часов каждый день, 40-часовая рабочая. Не, любой другой в Excel или где-то еще печатаете свои табеля. Но они же у вас условно, вы же им явки-неявки не отражаете, не показываете, что кто-то вышел во вторую смену и вышел вместо кого-то, вместо своей. Соответственно, это нужно покупать в зуб и ввести там в табеле, отражать все эти отклонения от графиков. Здесь нет возможности ввести как сам график, так и отклонения от него. Вы скажете, как нет, есть же автоматически, она посчитает нам начисление 23 рабочих дня и 176 часов. Да, посчитает, увидит больничный на 6 часов, да, поймет, что если всего было 176, а он болел 6, значит 170 он работал. То есть, вот такие элементарные она расчеты делает. А если вам нужно отражать, что он вышел вместо кого-то в свой выходной день, или надбавка двойное время, оплата сверх вечернее и ночные двойном, вечернее в полуторам, командировочные, ничего не считает здесь. То есть, это все в зарплатно-управленческой базе. Ничего. Конечно, вы не должны путать понятие командировка, когда командировка, и за разъездной характер работы, правильно? То есть, вы это чувствуете и понимаете. Значит, мы идем чуть выше и говорим, что возможность включили с ноября 2016 года вести учет зарплаты по обособленным подразделениям. То есть, по разным КПП, КТМО, отчетность по НДФЛ можно сдавать по разным. Если в информационной базе нет организаций с численностью свыше 60 человек. То есть, вы знаете понятие требования налогового кодекса относительно обособленных подразделений. Если 30 дней и более существует рабочее место обособленное от головы, значит, это обособленное надо сдавать отдельно по каждому. У нас галка «Автоматически начислять начисление зарплаты» будет начислять и отражать все начисления. Какие существуют начисления в типовой бухгалтерии? Можно ли их дополнять? Конечно, можно. Стандартно мы сейчас посмотрим. Значит, начисления. Основные начисления у вас есть. Отпуск по окладу, по больничным, по беременности, родам. Почему налоговый кодекс часть больничных по нетрудоспособности признает расходом, а часть нет? Как мы считаем? Три дня за счет работодателя признаются расходом, потому что мы их начисляем стандартно, как и начисляем любую зарплату. Ну, мы сейчас про страховые не будем говорить взносы, потому что мы их на больничные не начисляем. То есть кредит 70-го, дебет, например, 44-го. Затраты. Первые три дня. А вторые и так далее, все, что превышает три дня. Вторая часть за счет 69-го. А 69-го это не наше бремя, а бремя кого? ФСС-а. То есть они обязаны возместить. Поэтому налоговый кодекс говорит, только вот за счет работодателя признаю, остальное не признаю. Несмотря на это, НДФЛом облагается что? Все, что связано с больничными. Все пособия, кроме по нетрудоспособности больничные, не облагаются НДФЛом, а больничные НДФЛом облагаются. То есть если зайти в любое начисление пособия, вы можете посмотреть, что оно для цели НДФЛа настраивается, для целей страховых взносов, для целей налога на прибыль. И конкретно есть способ отражения в БУК-учете, который должен быть автоматически, как и его основная зарплата. Поэтому мы не уточняем. То есть если он работал, и мы отражали зарплату на 26-м, то его болезнь будет тоже на 26-м счете в затратах. Потому что он сотрудник бухгалтерии. А если Дарья наша Малахова кассир, суперпекарь-технолог, и она говорит, так я лучше буду получать 200 тысяч в цехе, номер 7, чем 20 тысяч на кассе. И она уходит в цех с 8-го ноября. Мы будем начислять зарплату уже на счете 20-м. И, соответственно, это нужно будет отражать в самой карточке Снежиной, на ее больничный, отпуск и так далее. Это не должно повлиять. То есть должно повлиять в части начисления самого счета. Другой счет, другое подразделение. Но вы будете делать перевод, и в переводе укажете на другой счет и начислять зарплату. Вот заходим в оплату по окладу. В оплате по окладу у вас будет код НДФЛ облагается. Для целей страховых все оклады целиком облагаются. Налог на прибыль признается. Многие спрашивают, а почему 70-й счет, когда начисляем зарплату с аналитикой, все хорошо. То есть видно, кому начислили, какая статья. А вот когда удерживаем из зарплаты НДФЛ или алименты, или платим зарплату, там много ушастых аналитик. Что такое уши мы конкретно на курсе 1С уже разбираем. Но незаполненная, пустая переменная аналитика. То есть, конечно, этот вопрос многих будоражит, и я на него всегда даю ответ. Значит, закрываем начисление. То есть начисление есть? Есть. Как минимум одно удержание у вас должно быть. Удержание по исполнительному листу. Ведь именно по исполнительным листам можно начислять удержание автоматически. То есть, если там будут алименты на 15 лет, мы не хотим каждый месяц Наталье их отражать. Правильно? Вручную. Зарплата сотрудника может увеличиваться, а там алименты на одного ребенка. Значит, я хочу, чтобы при изменении зарплаты алименты автоматически нормировались. Потому что исполнительном листе сказано 25%. То есть, у вас будет как минимум одно. Фуата. Есть ли у нас здесь прочие удержания категории прочие? То есть, есть исполнительные, профсоюзные, платежный агент, дополнительные и так далее. Но нету прочих. Для целей 1С под прочими они понимают профсоюзные. То есть, субсчет будет 76-49 с видом прочие удержания. Поэтому, если что-то нужно прочее, берите всегда профсоюзные. Значит. Профсоюз в принципе нет. Да, так нету, но вам нужны какие-то прочие. Выбирайте профсоюз. То есть, у вас аналитика в 1С проводках будет как прочие. Не как профсоюз, а как прочие. То есть, я вам просто как такую подсказку. Чтобы не изобретать велосипед отдельно, что-то прочее. Профсоюзные они всегда как прочие. Потому что, если открыть главный план счетов, и в плане счетов найти 76-40. Ну, мы говорим, что 49, но 76-41. Это какие? По алиментам. А 49 по прочим удержаниям из зарплаты. И, соответственно, все остальные будут прочие. Какие безобидные? Алименты. Конечно, мы их отдельно выделяем категорию. Исполнительные листы и все остальное. Почему? Потому что там и очередность платежа. Согласно 855 статье гражданского кодекса, в платежках может быть другой. И первая, и третья, и вторая, и какая угодно. А все остальное, то есть вот 49, это будет автоматически на этом субсчете для целей бухучета, прочее. А вот у нас, например, был случай, сотрудница где-то не заплатила за коммунальные платежи. Но я не заплатила. Да. Написала заявление, чтобы вы их удержали. Да. Потом, на самом деле, она все заплатила, но по почте России пока не все отправили, к нам приходится уведомление. Вот мы понимаем, что это заключается. Да. Как бы удержите в счет какой-то суммы. Ну, вы позвоните по этим. Если что-то рублей, там, для какого-то там ДЭЗа, ну, я не знаю, что, но для одежды, мы, наверное, хотим. Вот. Ну, мы ее спрашиваем, где же она объявила за все оплатила. Но согласно с моим ГУЛЬСКО, обязаны... Конечно, удержите, пусть у нее будет счет следующий период. А потом следом нам пришло, что отменяется. А ничего страшного, у нее будет переплата, поэтому она дальше с ними зачтется, просто доплатит меньше за следующие периоды. Вы удержали в пользу уже ДЭЗа? Потому что и она у нас увольнилась с работой. Она как-то... Так это нормально. Мы удержали перед увольнением. Да. И оттуда она вычислилась. То есть ей потом пришлось... Писать заявление или на возврат, или в счет следующих периодов, это уже ее проблема. Вы обязаны исполнить решение по факту, на которое есть. А, соответственно, на каком-то счете? На 40... На эксперимент это 76-41 обязательный, да? Это исполнительный лист, конечно, 76-41. Это исполнительный лист. Так, когда она может другого содержать исполнительный лист? Да. Это же исполнительный по решению суда? Да. Да. Соответственно, исполнительный лист. Значит, общий порядок учета зарплаты. Есть настройки в начислениях, есть в карточках сотрудников, а есть общий порядок учета зарплаты. Вот в общем порядке здесь по умолчанию выбрано что-то. Я захожу и смотрю, что. То есть я не люблю слова по умолчанию, я люблю в названии, чтобы было прямо написано, какой счет. Это означает всем на 26-ом. 26-ой. А если я хочу поменять, тогда я по стрелочке выбираю показать все. И выбираю не 26-ое, а 44-ое. Если у меня торговая фирма, я хочу на 44-ом. Фуат, вас не смущает 1899 год? Нас нет. Почему? Потому что главное, что не 2030. То есть на сегодняшний момент эти настройки будут действовать. Правильно? Почему фирма 1С ушла так далеко назад? Был когда-то там 80-ый, потом 51-ый, 30-ый и аж 1899. Думают, мало ли. То есть мы начисляем кому-то за позапрошлый век. То есть просто расширили границу интервала времени, это ни на что не влияет. Главное, что не позже, чем 2016-2017, в котором будем вести учет. Зарплата выплачивается за какое число какого месяца. То есть это с 1 октября 2016 года критичная настройка. Ведь вы уже не можете писать в трудовых договорах до какого числа вы плачиваете. Вы должны писать когда конкретно какого числа. Если вы решили авансы 27-го, то наверное зарплату будете выплачивать там 11-го числа, 12-го. То есть конкретно позже этой даты нельзя, до этой даты можно. Но в трудовых договорах прописывайте конкретную дату. Разным сотрудникам могут быть разные конкретные даты установлены. То есть не в течение какого-то дня после окончания месяца или иного. Да, именно это число. Если заплатите раньше, это не ошибка. Но если позже, это нарушение. А вот 91-й счет как раз здесь нам подойдет. То есть писание депонированных сумм мы хотим на 91-м счете. В доходы. Пилотный проект ФСС. Москва будет участником пилотного проекта когда-нибудь? Да. Скорее всего нет. Поэтому и государство заинтересовано в этих, чтобы пустило в силу сейчас этот пилотный проект на всю Россию. Скорее всего нет до тех пор, пока не будет полностью вся медицинская структура полностью автоматизирована. То есть если все больничные листы будут автоматически попадать в единый расчетный центр какой-то, и ФСС будет иметь доступ туда, и автоматом все будет рассчитываться без ручного пересчета людей, тогда скорее всего что-то будет. Пока только Вероника Скворцова, министр здравоохранения, только выступает по телевидению, что они стремятся к этому. Поэтому ФСС скоро не распространится. То есть то, что касается именно свыше трех дней за счет ФСС, все равно рассчитываем мы, работодатели. Но когда это будет, чтобы все рассчитывало ФСС, тогда будет. Пока с 2011 года это все пилотные проекты. Какие-то регионы периодически к ним подключаются. Видите, здесь можно указать, с какого периода кто подключился. Но пока мы не подключились, поэтому нам это не актуально. Отдельно есть настройка налогов и отчетов для целей ФСС, несчастных случаев. Отдельно есть резервы отпусков. Мы на курсе 1С включаем эту галку «Резерв формировать». И я рассказываю, как мы формируем резервы. По правилам налогового учета принцип равномерности должен соблюдаться. На закладке «Территориальные условия» вас могут спросить, Дарья, для чего нужны территориальные условия в настройках зарплаты? Северные коэффициенты, надбавки и так далее. То есть они влияют на зарплату, на износы, на ПФР, на все. Правильно? То есть могут быть коэффициенты. Но вопрос, может ли быть, что какой-то сотрудник к нам в Москву придет, и нужно ему сохранить эти северные? Как такое льготы? Вы представляете его? Я не могу, а по-настоящему в Москве и самому в Москве. Ну вот есть какие-то льготы и законы, позволяющие, я сейчас вам точно не назову их номера, но они существуют, которые позволяют сохранить за сотрудниками его надбавки. Тогда в этом случае вам типовая бухгалтерия не в помощь. Вам нужна зарплатно-управленческая программа, в которой можно в карточке сотрудника указать этому такие-то, этому такие-то. В типовой бухгалтерии вы настраиваете для всей фирмы в целом. Вы не можете указать, кому-то какие-то сохранить. Тогда нужна зуб. А может быть, что у вас супербольшая компания по всем регионам России присутствует, и где-то реально в других регионах есть другие коэффициенты. А может, только этот сотрудник там трудится больше, чем 30 дней. И может быть, уехал разведывать какие-то золотые рудники. Значит, в этом случае вы будете говорить, что именно ему нужно в той налоговой отчитываться, и в тех ПФР, ФСС и так далее, и показывать. Кликаем «Записать и закрыть», то есть мы сейчас не настраиваем. Она говорит, что не удалось записать бухучет зарплаты. И говорит, что бухучет с полями в период такой-то, в запрещенном периоде не действует. Это я сегодня показывал слушателям, как установить дату запрета. То есть дату запрета нужно будет снять. Или указать 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Или полностью ее не установлено для всех. Не установлено. Дату запрета, чтобы никто не лез в старые периоды и не редактировал. То есть у нас 1899 год, она думает, что я хочу туда залезть и что-то начислять в 1899. А я себе установил дату запрета 14-15 год, думаю, не буду лезть в старые периоды. А оказалось, что нужно настроить что-то аж тем периодом. Значит, в строгих компаниях бывает и такое, что они закрывают период отредактирования. 10 дней февраля сейчас пройдет, и я скажу всем, кто не успел январь отразить ваши проблемы. То есть все документы январьские должны были быть уже отражены в бухгалтерии. Что вы делали 10 дней февраля? То есть весь январь по факту ведете учет, и 10 дней февраля на то, чтобы закрыть весь январь. То есть это супер строгий вариант учета. Наталья, какой нормальный вариант? Что мы 20 апреля еще закрываем январь, да? И когда готовим отчетность за первый квартал 2017 года, мы еще будем и документы январьские, и февральские, и мартовские отражать. Но это супер хаотичный вариант, но такое тоже существует в малых компаниях. Итак, вы должны понимать, что если вы включили алименты, то у вас появится опция по исполнительным листам настройка. Мы можем настроить что-то по исполнительным листам, но рано, рано настраивать заявление на вычеты, рано исполнительное, рано кого-то принимать, увольнять, потому что основные справочники и настройки еще не настроены. То есть вы должны проверить физлица, кто у вас есть в физических лицах. Есть Иванов, Малахова, Петрунев, Снежина. ИНН и СНИЛС для этих пользователей обязательно? Для этих будущих сотрудников? Для 2 НДФЛ, для 6 НДФЛ. Но даже если его не существует, по закону это не ошибка. Помните, с 2017 года, раз все ушло в ведение налоговой, налоговой будет пристально относиться к ИНН. То желательно, чтобы он был, но это необязательный реквизит. Но если он есть, и вы его не указали, это ошибка. Тогда просите заявление у сотрудника, что у меня нет СНИЛС. По каким-то причинам религиозным или еще каким-то. А если он у него есть, и он не хочет нам его предоставлять, чтобы вас потом не дергали, а вас могут дергать с этого года, с отчетности за 2017 год, будут дергать. Если в ИНН и СНИЛСе что-то не совпадает, вам отчетность принимать не будут. Сплошь и рядом можно увидеть, что в СНИЛСе написано, особенно иностранцам. Где-то он лежал по иностранному паспорту, где-то по внутреннему своему. И где-то в СНИЛСе у него полностью фио, фамилия, имя, отчество. В ИНН у него только фамилия и имя. Или наоборот. Вот. Очень часто можно встретить. Оглык язык где-то потеряли. Соответственно, потом, когда мы это отражаем, раньше, в 2016 году мы сдавали отдельно РСВ1 и все, что касается СЗВМ и так далее, в ПФР по СНИЛСам. Отдельно 2 НДФЛ налоговой и ПНН, никаких противоречий не было. Сейчас, если состыковка не идет, все. То есть возврат отчетности. Именно в налоговом кодексе глава 34 прописали два пункта на возврат и на непринятие отчетности. Первый пункт, если расчет в расчетах, где-то сумма. А второй, если какая-то информация не соответствует по какому-либо документу. Конечно, паспорт основной, ИНН второй и СНИЛС третий. И если вы во всех отчетностях показываете фамилию, имя, отчество, а ВИНН не снился разночения, они вам возврат не принимают. То есть и потом уточняться и так далее, и бодаться с ними будет, конечно, возможно, но не примут отчетность и будут все штрафы, предусмотренные стандартно налоговым кодексом. Поэтому это обязанность работодателя, если у работника его нет. А если у него объяснился, к нам пришел, мы подаем на него. То есть мы заявление ему готовим, он подписывается, и мы АДВ-1 и АДВ-6-1, то есть мы подаем на него в формах. Мы за него подаем. Да, все равно. То есть без СНИЛС вы отчетность не сдадите, тогда вы его не принимаете на работу, потому что будет вам штраф. Вы с СЗВМ не сможете сдать как минимум 2000 рублей, то есть 500 рублей на одного сотрудника, но минимум 2000 рублей. И каждый месяц эти 2000 рублей нам не хотелось бы. Мы РСВ не сможем сдать с ним, а не сдача РСВ там, ну если за 2016 год 20% от неуплаченной суммы, и пошло-поехало. То есть я, конечно, его могу из отчетности удалить, но сейчас уже будет единая отчетность. За 2017 год уже первый квартал уже будем сдавать в налоговую, не РСВ, а другую форму. Уникальную. Об этой форме мы рассказываем на курсе налогообложения и налоги. И сейчас вот новое законодательство 2017 года, главу 34, все смотрите. То есть вам нужно, по сути, каждому сотруднику зайти в гости и указать для каждого СНИЛС и ИНН. Это обязательные реквизиты, особенно СНИЛС. Нет ИНН, просим заявление от сотрудника, что нет ИНН. Если потом налоговая будет спрашивать, почему не состыковочка или еще что-то, мы скажем, а там же ИНН нет, с чем хотите состыковку. Вот его снилось и все. То есть тогда состыковок особо не будет. Но мы им отправим в электронном виде заявление сотрудника, что у него нет ИНН. Или сотрудник приходит, говорит, вот у меня 4 ИНН, выбирайте. Что делать в этом случае? Можно в налоговую делать, можно брать свежее, который или ближе к нам, или еще как-то. На тот случай, иностранный сотрудник, он не знает, что я не включил одно ИНН, а потом, ну, то есть директор, когда закончился, заключил номер, и тогда он продолжил работу. Ну, когда две новые разрешения на работу, там указано другое ИНН. Да, это очень склошь и рядом. Не два, а у кого-то есть три, четыре. Они не какую-то другую совершенно номер, они не пришлось сперлить, сказать про СМС. СМС, да. Потому что на каждый патент и разрешение на работу, они себе выделяют новые ИННы, новые запросы в налоговую, они не проверяют, этот же сотрудник или другой, им все равно. И они выдают всем в новых этих, новые ИННы. Потом приходит сотрудник с четырьмя. Не видно было старого имена, который был два человек. Может быть такое. Потом сотрудник просит заявление на вычеты или что-то, если там условно резидент, и у него есть права на вычеты, а ему налоговая отказывает на том основании, что она не видит по его данным никаких там доходов или ничего еще. А оказывается, у него там уже три ИНН, у разных работодателей все на разных. Ну, значит, надо все три складировать, собирать, показывать, уточнять. Ну, и так бывает. Ну, это сплошь и рядом. Если они, на практике может быть, что у вас в СНИЛСах указано Петр через Йов, ИНН Петр, и еще что-то тоже считается недействительным, это грубая ошибка. То есть смотрят, как в паспорте должно соответствовать СНИЛС и ИНН. Если что, спешите, меняйте, делайте. Ну, вот. Главное, что в паспорте тоже не было так. А если в паспорте СНИЛС и так, а в ИНН и по-другому, тяжелее менять всего ИНН. И не советую, чтобы вам давали новый ИНН. То есть если у вас ИНН и паспорт одинаково, а СНИЛС по-другому, лучше новое заявление на СНИЛС и поменять СНИЛС. То есть новый СНИЛС, новый это. Но мы смотрим, что это все по паспорту, да? Конечно. Прежде всего, основа паспорт. Ну, смотрите, вы говорите, если я не хотел поменять СНИЛС. Скажем, у него в паспорте там это. Ах, СНИЛС и ПЁДР. А, это наоборот, паспорт. Ну, если ИНН отличается от паспорта, меняйте ИНН. А, у ИНН и ПЁДР. Тогда нам что там будет? Нужно, чтобы ваш СНИЛС и ваш ИНН был одинаковый. Вот на это прежде всего обращают налоговые. То есть, допустим, они одинаковые, но они никак в паспорте. Они не ПЁДР, а в паспорте он нет. Ну, основа всегда паспорт номер один. Тогда оба. Тогда оба меняйте. Нет времени, главное, чтобы не было противоречия ИНН и СНИЛСЯ между собой. Нет времени, тогда только СНИЛСЯ, потом пусть меняет все остальное. Но основа всегда паспорт. Вы скажете, если он принес один паспорт, там было ГЛИК и ЗЭ, а в другом нет этого. То есть, у него есть два паспорта в иностранном так и в другом так. То есть, конечно, вы должны прийти к общему знаменателю. Ваши ИНН и СНИЛСЯ не должны противоречить. Должны быть одинаковые. На закладке «Адреса и телефона» вы всегда указываете адрес по прописке постоянной регистрации и дату этой регистрации. Обязательно ли указывать Наталье номер телефона? Или можно его не указывать? Для пенсионного фонда обязательно. Любые АДВ, формы и так далее, без номера телефона они не принимают и просто возвращают. Мобильный можно указать. Не обязательно домашний. Можно там указать и мобильный, и 965, и 66, и какой хотите. Помните, именно к физическому лицу вы настраиваете привязку страховых взносов и НДФЛ. То есть, вы именно здесь указываете для цели НДФЛ доходы на предыдущих местах и кто он, резидент или не резидент. Ну, у нас чем активнее политика Российской Федерации, тем чаще надо будет заглядывать в статусы по НДФЛ и по страхованию. То есть, может быть, что там появится с Латвией и с Литвой договор соглашения появилось, его добавили в отдельность. Там, например, с Израилем, с другими странами. Еврозес – это отдельная категория. Армения, Казахстан, Белоруссия и еще одна страна. В базовой версии есть отчет табель. Ну, и не в базовой, а в любой 1С, Наталья, есть отчет табель. Но нету возможности документ табель отражать фактические явки, неявки и что по факту. То есть, есть просто отчет восьмидневка стандартная, пятидневка восьмичасовая. Я вам сейчас его покажу, можно его просто распечатать. И все. Значит, мы видим здесь временно пребывающие, проживающие граждане и приравненные гражданам. И не путайте те, кто признаны беженцами. Они отдельно у нас идут для целей страховых взносов. И которым предоставлено временное убежище. То есть, это разные категории. И там и т.д. и т.п. Новая отчетность будет требовать различные статусы. 2, 1, 2, 1. Я уже ее смотрел наперед. И мы ее и будем в курсах 1С тоже здесь рассматривать. Значит, гражданство важно и статус для страховых взносов. Те, кто проживали в Крыму, ставят галочку «Постоянно проживали в Крыму». Значит, если есть справки инвалидности, указывайте. Для целях налога на доходы важен статус не гражданства, а резидентство. То есть, на территории РФ проживали более чем 183 дня за последние 12 месяцев. Мы говорим, что те, кто работают на основании патента... По патенту это Украина, Узбекистан, Таджикистан и так далее. Таджикистан, не знаю, он еще не вошел. Планировали с 17-го, что войдет в Евразес. Значит, если он войдет в Таджикистан, то он переходит в категорию гражданин страны-участника договора Евразийского экономического содружества. И им не нужны ни патенты, ничего, они приравнены к гражданам РФ. А, но это не как белорусы? Да, потому что белорусы тоже входят в Евразес. То есть, белорусы, Армения... Но это в 17-го года. Киргизия вошла, кажется, с 15-го или кто-то еще. Вы походите за всякую патентную? Да, конечно, да, да, да. Узбекистан, Таджикистан и остальные. Конечно, мы говорим, что они будут исходя из гражданина страны о договоре Евразийского экономического содружества. Приехали, устроились, патенты им не нужны. Украина, Израиль и все остальные на основании патента, то есть, с которыми есть заключены, и отражают. ВКС, что такое высококвалифицированный иностранный специалист? Ну, если его зарплата в год свыше 2 миллионов рублей, или 2 миллиона, или там с чем-то. Соответственно, то есть, около 170-200 тысяч рублей в месяц. 167 тысяч, да? Ну, если 2 поделить на 12, то где-то так и выйдет. Нерезидент, это нерезиденты. Это, например, заявление по телевизору. С какой целью написали в новостях, что господин Усманов там стал нерезидентом Российской Федерации? Потому что все его предприятия и доходы на территории РФ, которые дают ему доходы, то есть, они будут облагать его дивиденды и все остальное, по ставке уже не 13, а по повышенной. Если это дивиденды, 15. Если это другие доходы, 30%. То есть, будет повышенная ставка. Нет, конечно. То есть, это ему так сказали. Намек на что? Что определили, что он уже находится на территории РФ, точнее, не находится на территории РФ более чем полгода. А раз он находится менее чем полгода на территории РФ, он нерезидент, все его доходы будут облагать. Он потом имеет право написать заявление, что он стал резидентом, чтобы ему пересчитали? Имеет. Да. Нет, не через три дня, а прожил еще шесть месяцев. И потом, нет, вернулся, прожил шесть месяцев и написал заявление на пересчет. Но мы пересчитываем не более чем с начала года. И если он вернулся в сентябре и пришел в феврале, сейчас 17-го писать мне заявление, я ему говорю, хорошо, но я пересчитаю вам только доходы за февраль, январь и все. То есть, вот так вот. Значит, все остальное с налоговой пусть разбирается. Авансовые платежи. Кому интересно, для работодателей, у кого есть сотрудники по патентам, указывают для цели авансовых платежей. Налоговый период, год, уведомления налоговой инспекции. Что это дает компании? И компании, в принципе, ничего, но это дает право у сотрудников не удерживать НДФЛ. Поэтому, если мы работаем по понятиям и сочувствуем сотрудников, когда удерживаем у них повторный НДФЛ, налоговый говорит, а почему вы два раза удерживаете? Они же патент и так платят. Вот сумму 4000, которую они платят за патент, вы можете уменьшить на эту сумму их бремя налоговое. Поэтому не стесняйтесь, подавайте заявление в налоговый и отражайте на основании уведомлений. Там два заявления, две формы, можете их найти на сайте налоговый.налог.ру. Значит, физлица вы настраиваете, указываете, у вас есть список физлиц. Физлицо и сотрудники – это не одно и то же. В чем отличие ФУА от физлиц от сотрудников? А физлицо? Или никаких отношений с ними нет? Но, внимание, мы когда говорим о сотруднике в 1С, может быть, что у меня 10 сотрудников Иванов, Петр, Петрович, а это одно и то же физлицо? Да. Да, в каком случае? Если он увольнялся, принимался, увольнялся, принимался, увольнялся, принимался, увольнялся, принимался. Соответственно, у меня есть немного приемов на работу, неважно совмещение, совместительство, параллельное или последовательное, правильно? Может быть, что это сын генерального директора, мы его в январе приняли, в конце января уволили. В феврале опять приняли, в конце февраля уволили. Он ищет себя в жизни. Должны его уволить, разорвать договор, снова принять. Соответственно, у вас уже будет первый табельный уйдет, появится новый табельный номер, новый сотрудник. То есть сотрудник – это именно привязка к организации, табельный номер в этой компании на это время. Закончилось время, уже новый табельный, новый сотрудник. А физлицо как был Петров, так был Петров. Теперь 2НДФЛ-справку к чему привязывать? Именно к табельному номеру или к самому физлицу? К физлицу, потому что мы должны в ней указать доходы все в нашей компании за этот год. Правильно? Ну так и привязано. Оно все привязано автоматически к физлицу. Давайте попробуем создать сотрудника. Для этого нужно зайти в зарплаты кадры сотрудники и нажать кнопку «Создать». Все предельно просто. Значит, когда вы нажимаете «Создать», вы пишете имя Ива, Enter. Она говорит «Да, это он или не он». Если нет, не он, будем заполнять по новой все паспортные данные и все на свете. А я говорю «Да, это он. Записать и закрыть». У меня один сотрудник появился. Он появился с табельным номером, но еще не привязан конкретно ни к какому подразделению, должность, дата, приема и никакая фирма не указана. Почему? Потому что мы его не принимали на работу. А как принять на работу сотрудника? А можно прямо из справочника сотрудники, можно отдельно. То есть оформить документ, прием на работу. И вы указываете, что с 28 сентября 2016 года, или там, например, с 1 октября 2016 года, у вас сотрудник, должность, генеральный директор, Иванов. Дата приема и дата документа – это одно и то же или разные вещи? Да, то есть может быть, что если это гендир, это, скорее всего, дата устава, и она будет одна и та же сразу, с момента отражения. Если это любой другой сотрудник, может быть, что трудовой договор у нас с 1 октября вступит в силу и выйдет на работу 10 ноября. Может быть, запросто. Да, может быть. Или сейчас, например, 9-го дня, о том, что у вас изменилось с 1 октября. Да. Потому что они работают с 1 октября. Да. Ну, мы можем из 9-го ее изменить. Ну, может быть, нет, она уже, организация добрая. Да. Ну, в любом случае. И не должность с 1 октября. Ну, как хотят. Может быть. Ведь штатное расписание и все остальное вы можете утверждать с начала года, неважно. Можете это сделать заранее. Желательно с декабрем все предусмотреть на следующий год наперед. До 15-го декабря все закрыть и наперед, чтобы уже было известно. Оплата по окладу. Мы ему добрые. Начислим 25 тысяч. Как в Трудовом кодексе сказано, что по поводу аванса там говорится? В Трудовом кодексе по авансам ничего не написано. Там зарплата. На которой плачется равна числая. Вот. Именно зарплата равными частями. Можно ли 12 и 13 ноября заплатить за октябрь? Не знаю. Почему? Должно быть 15 и менее. Там сказано двумя какими частями, наверное. То есть равными и не рядом, да? То есть, соответственно, мы говорим, что это может быть за фактически отработанное время, первая половина месяца и потом вторая половина месяца. Правильно? Поэтому, когда вы будете платить, выплачивать аванс, там сказано как? От оклада или от чего? От оклада. То есть, может быть такое, что сотрудница подходит вам и говорит, у меня зарплата 100 тысяч рублей, почему я получаю аванс 8 тысяч? Скажете, у нас все юридически чисто. Как это? У нас прописано оклад 20 тысяч в трудовом договоре, а все остальное премиальная часть. Соответственно, у нас основная зарплата и все, это 20 тысяч. Равными частями я могу и условно начислять, ну там могу и больше, и 10 тысяч, и 12, и сколько захочу. Правильно? А потом удержу НДФЛ. А плохо работало, получит 20 тысяч минус аванс и минус НДФЛ, все, что останется, да получит. Премию не решили начислить ей. То есть, все крупнейшие компании юридически себя поддерживают как? Прописывают окладную часть 18-20 тысяч, все остальное премиальное. Да, минималку. Но мы не говорим в конверте, мы говорим просто премиальная часть официальная. А если в конверте, это означает вообще ничего больше не показывает, кроме окладной. Мы говорим тут окладную всю показывать и показывать премиальную всю, но просто вот так прописывайте все, и тогда аванс может быть любой. Я нажимаю провести и закрыть, приказы о приеме, все можно распечатать. Можно распечатать из карточки сотрудника их личную карточку Т2. И если нужно согласие на обработку персональных данных, приказ о приеме на работу, карточки учета страховых, по НДФЛу, все здесь можно распечатать. Мы же хотим понять, что есть сотрудники. Значит, у каждого сотрудника может быть заявление на вычеты по ребенку. Если он совместитель, имеет право? Совместители только по основному месту работы. Поэтому мы скажем. Конечно. У него же есть основное место работы. Конечно. Конечно, не зависит. Зависит 350 тысяч. Если достигла зарплаты 350, не полагается. Поэтому он предоставляется только по основному месту работы. Все остальные места рабочие не учитывается. Значит, зарплата и кадры. Мы говорим, есть все начисления, все документы, заявления на вычеты. Можно ему указать, что у него есть пятеро детей. Значит, сотрудник Иванов. С месяца октября 2016 года вычеты на первого ребенка, на второго, на третьего. То есть уже не просто 114, а 126, 127, 128. И три раза в 9 или 4, сколько нужно детей, столько сделаем. То есть тут по факту вот так. А 114, это на первого, да? Да, на первого, на второго и на третьего и каждого последующего. Я просто копирую. Могу ли по какую-то позже дату или нужно по конец года обязательно? Налоговый кодекс дает право на вычет. Как? По концу года. Если ребенку исполнилось 2 января 2016 года, 18 лет. По какую дату имеет право на вычет? Нет. По 31 декабря 2016 года. Все вычеты до конца налогового периода. Другое дело, если ему исполнилось 24 года, то, наверное, по 2 января 2016. А если ему исполнилось 18 лет, то по конец года. То есть почему такие разные вариации учета? Ну, потому что мы говорим, налоговый кодекс после 18 лет не прекращает вычеты. То есть, возможно, будет справка в ВУЗа о высшем образовании, о чем-то. Но если это будет аж в сентябре или когда-то, мы не ясновидящие, будет, не будет, не важно. Налоговый кодекс дает право по истечении весь налоговый период. Это налоговый период по НДФЛ, по умолчанию год. Поэтому весь год полагаются права на вычеты. То есть до декабря 2016. А если ребенку исполнится 18 лет в 28-м, я могу здесь написать руками декабрь 28-го? Конечно, могу и буду. Если мне лень каждый год создавать такие заявления в 1С. А надо ли каждый год брать заявление из сотрудников? Ну, у сотрудников заявление на вычеты? Конечно, нужно. То есть бумажные кадровики будут бегать получать у них? Каждый год заявление на вычеты. А что делать? Может, сотрудник скажет, я разбогател, и у меня доходы супер большие. Я не хочу заявление просить у государства вычеты. Может же быть? Да, и что поделаем? Поэтому каждый год берем заявление. Каждый год берем заявление. И если принимаете на работу сотрудника, у которого не было записи в трудовой за последние 2 года на территории РФ, и вообще не было записей, вы просите заявление о том, что он на территории РФ проживал больше, чем 183 дня за последний год. Он не переносит справку, он 2 НДФЛ с предыдущего места работы. Он нигде не работал, значит. Как доказать, что он находился на территории РФ, а не в Испании или где-то там в Австралии? А он говорит, у меня нет загранпаспорта. А как вы поймете, что он пресекал? У него гражданство РФ, он пришел с паспортом гражданина РФ. А у него нет? Он говорит, у меня нет загранпаспорта. Я в России сижу дома на даче или на квартире. А на самом деле где угодно. В Таиланде жил 3 года и там работа удаленная или еще как-то. То есть как вы докажете, что он резидент или не резидент? Просто пишите заявление. Если к вам потом претензии, вы это заявление всем показываете. Не вы записали за него, а он сам. Ну вот все настройки, когда донастроите. Вы должны еще настроить исполнительные листы, что жена Иванова будет получать в пользу Иванова и процент. Как настраивать исполнительные листы, мы смотрим на курсе 1С бухгалтерии. У нас у Иванова будут дети алименты. Будем сейчас смотреть. Значит, зарплаты и кадры исполнительные листы создать. Вы указываете, у кого удерживать у Иванова. Что удерживать в пользу жены Иванова. Я всегда тут говорю, кому принципиально пишите бывшая жена. А настоящая жена может тоже подать на алименты? Может или не может? Я не понимаю. Почему? Я не понимаю. Вы должны понимать, есть понятие первоочередности платежей. И если этот завод задерживает зарплату своим сотрудникам по полгода, по 100 лет, не платит, то жена Иванова самая мудрая жена. Конечно. Или дети будут получать как минимум. Если трое детей, половина зарплата. Если она по суду добьется и больше, чем половина, то суд может решить все, что угодно. Ну, удерживать с какой даты. Например, с 1 октября 2016. А может быть, что с какого-то другого периода. Не обязательно с момента устройства на работу. Правильно? Может быть, решение суда с декабря 2016 по 28.12.2029. Такой вопрос. То есть, мы с супругой договорились, что ей платить алименты? Да. Не ей, а детям. Да. Конечно. То есть, мы можем договариваться, можем нет. То есть, это может быть желание, нежелание. Просто не доходят деньги до детей. Кто их должен содержать? По понятиям. Жена, муж, кто-то. Правильно? Ну и, соответственно, когда вы будете начислять зарплату, зарплата и кадры, все начисления, вы будете указывать и больничные, и отпуска, и зарплата. То есть, мы с вами посмотрим сейчас начисление зарплаты за октябрь. Я начисляю зарплату за октябрь. Месяц, период, 16-й год, месяц, октябрь. По налоговому кодексу, когда мы должны признавать затраты по зарплате? В последний день месяца. То есть, 31 октября 2016 года. Заполнить. И у меня автоматически заполнится начисление для Иванова. Иванов Петр Петрович в октябре отработал 21 день, 168 часов. Создается. Жалимова Наталья. Создается впечатление, что он работал. И есть табель, которая это учитывает, ничего подобного. То есть, это просто автоматически сколько дней за этот месяц. Нигде явки-неявки я не отражал, кроме как больничные отпуска. Соответственно, НДФЛ и все удержания. В теории бухучета мы, конечно, смотрим, что значит начислено удержанные взносы. То есть, мы с вами видим, все взносы на ладони. Я могу уже прямо сейчас сформировать оплату. Как платить зарплату? Как перечислять налоги всего лишь за одну секунду или за пять минут максимум? Мы смотрим на курсы 1С-бухгалтерии. То есть, машина сама заходит в оборотку, сама сканирует все долги. И перед поставщиками, и перед ФСС, МПФР, все 68 и 69 полностью просканированы. И за одну секунду формирует все платежные поручения. Будет желание, покажу вам фокус. Значит, соответственно, что за сумма супербольшая? В начислении 25 тысяч, а НДФЛ от 13300. Не сильно ли много? Или это не только НДФЛ, Дарья? И почему такой маленький НДФЛ, всего 1700 рублей? То есть, как рассчитать? Вычеты были. Надо посмотреть в удержание. Есть жена Иванова, получает 11642. И НДФЛ есть вот такая сумма. Текущая жена может подать на вычеты, на алименты тоже? Если у него всего пятеро детей или шестеро. Или это все остались с первой женой, пятеро детей. Алименты 50% удерживают на трех и более. Значит, суд решил ровно половину по трудовому кодексу. То есть, соответственно, ровно половину в пользу первой жены, а он себе гуляет направо-налево, как хочет. Соответственно, ну это жизнь. То есть, первая жена со всеми детьми получит ровно половину с его зарплаты. А остальных нет? Остальных нет. Нет, ну, например, у него от первой до другой нет. А от второй, тогда вторая должна подавать тоже на алименты. И тогда будут делить долями. 50% делят на восьми детей. 5, 10, там, условно, всего 5 десятых между женами. Значит, поделят долями. Там 50% эти поделят на восьми. Да, все 50% подойдут. У него от первой до трех детей осталось. 50% теоретически, если бы это была единственная жена... Все бы уходило туда. А у него есть еще вторая жена. А потом появилась четвертая жена, и она еще родила. Текущая жена пока не имеет права туда вклиниться, пока не подаст на него тоже. Соответственно, тоже подает, и тогда суд уже решает. Эти 50 уже делит на 4. И, соответственно, детей. Но это жизнь, и это суд. Если кто-то докажет, что нужно больше, чем 50%, тогда суд решает. Вот у Аршавина трое детей, но у него доходы миллионные. Суд решает. Пусть 70%. Может быть? Не скрывает. Может. Может, у него доходы. Да. Вот. Так вот именно с официальной части будут показывать. Все остальное будут скрывать и что-то делать. Ну, мы говорим, что мы ничего ни у кого не скрываем, а показываем. Вот сотрудница говорит, показывал так-то, а потом начал так. Если он гендир, он может сказать, начисляйте мне полставки. Или еще что-то. Но это кощунственно по отношению. Мы должны как бухгалтеры ему подсказывать. Это некрасиво, не по понятиям, еще как-то. То есть, соответственно, если я нажму провести проводки, я увижу, что машина не только начислит, но и удержит все, что нужно удержать. То есть, жена Иванова получит из зарплаты Иванова. И вот они уши, о которых я говорил. Да. Это пустая аналитика, незаполненная часть. НДФЛ, когда будем удерживать из зарплаты. То есть, мы начисляем его, и она пишет удержан. Но исполненная обязанность налогового агента по НДФЛ считается когда? Да, именно у источника выплаты зарплаты. И если я ему не платил зарплату, я еще ничего по НДФЛ не должен перечислять. Когда начисляем зарплату, это бремя по налоговому кодексу. Когда удерживаем из зарплаты, это уже другая статья налогового кодекса. 23 глава. Здесь 25 глава. А когда мы должны платить зарплату, это какая глава налогового кодекса? Никакая. А по какой причине мы платим? То есть, по понятиям 1, по договору 2, и по трудовому кодексу 3. По всем трем причинам возникновения долгов мы должны платить зарплату. Есть трудовой кодекс, есть договор трудовой, надеемся, что он есть, правильно? А если нет трудового договора, мы не должны ничего никому, правильно? И по понятиям мы должны платить зарплату нашим сотрудникам. Почему? Потому что они работают на нас. Потому что они приносят нам 100 миллионов, а получают за это всего лишь 10 тысяч полставки. Должны ее заплатить за минусом НДФЛ? Должны. То есть, все вот эти начисления удержания, вы это все отражаете, это и есть начисления зарплаты. Каждый месяц могут быть больничные, отпуска и что угодно. Может быть, что у нас кто-то заболел или ушел в отпуск в какой-то период. Может. То есть, если будет кто-то уходить в отпуск, вы создадите отпуск. В месяце ноября кто-то ушел в отпуск. В ноябре 2016 года. Дата отпуска 20 октября 2016. Почему так заранее заблаговременно? Потому что в четверг он написал заявление. Иванов желает в отпуск. Период отпуска со 2-го 11-го 16-го по 10-го 11-го 16-го. Значит, соответственно, период 8 дней. А если я захочу ему больничный сделать, все начисления создать, больничный лист, и укажу, что тоже в месяце ноябре 2016 года тот же Иванов по какому-то листку нетрудоспособности, он может больничный принести, например, какого-то 20 какого-то ноября? Может, конечно, абсолютно верно. Соответственно, я не имею права говорить, что это не то или не было болезнью. Освобожден от работы с ИПО. Значит, освобожден со 2-го 11-го болел по 10-го 11-го 16-го. Почему машина, если это больничный, считает 9 дней один и тот же период, а если отпуск 8 дней? Первый вопрос бухгалтера. Потому что 4-й день не прекращается. Да, есть статья 139 Трудового кодекса, которая гласит, что праздничные дни исключаются из оплаты отпусков. Это плюс или минус для него? Минус. Минус, если он хочет получить больше денег. Но плюс, если он молод и горячий, хочет больше потом отдыхать и брать отпусков. То есть все, кто хотят больше денег, они не уходят в майские праздники в отпуск. Они уходят в июле, в декабре, еще когда-то. Кодровики в основном. Или там еще кто-то. А те, кто хотят наоборот отдохнуть 2 недели, но при этом 4 дня отпуска использовать, это круто. Уйти в майские в отпуск. Потому что потом еще могу использовать свои неиспользованные 24 условно. То есть, конечно, 1С это все понимает. Конечно, вы будете писать заявление или что-то. Конечно, за период работы с момента приема на работу по 30 сентября 2017 года. За весь год. Мы имеем право его отпустить в отпуск в ноябре, если он только месяц отработал? Имеем право? На как воплачиваем? Да, воплачиваем. Конечно, если договариваемся, имеем право. А если он гендир? Конечно, он имеет право. То есть, а если это даже водитель, у которого пятеро детей, и нужно их на каникулы, по понятиям он с руководством договорился, что будет бухгалтер делать? Ничего. Конечно, разрешается. Но ему положено сколько за этот период отработанный? Он месяц всего отработал. Сколько ему положено? 2,33, если стандартно, 28 дней. Значит, соответственно, что делать с остальным отпуском? Ничего, потом да отработает дни. А если он придет и уволится, то вы имеете право удержать у него или нет? Нет. Почему? По закону имеем право, но де-факто и де-юре не имеем права. Он будет подавать в суд, и он в суд выиграет на 100%. Алименты, точнее, алименты отпуска досрочно. Потому что было оговорено с руководством, мы решили сами, мы не имеем права у него удерживать. А если бы это был аванс по зарплате, мы имеем право его сами удержать. То же самое говорят и про отпуск, если мы его отдали наперед. Но удерживать опасно. Он подает в суд и выигрывает в суд. Нам еще и штраф, и все остальное начисли. Вы видите, что машина автоматически считает и средний, и НДФЛ, и все на свете. А если в больничном это сделает, машина рассчитает тоже, и средний, и начисление, и все на свете. Почему для целей больничного, она говорит, нужно выплатить до 5 декабря 16-го, а для целей отпуска до 28-го, 10-го, 16-го? От каких она дат отталкивается? Ведь в новой отчетности 6 НДФЛ это важно, период оплаты. Отпуск должен быть окончен за 3 дня. Каких? Календарных, рабочих? Давайте посчитаем. Правильный вопрос и ответ календарных. Вы правильно сказали. Не рабочих, а календарных дней. А другой вопрос. Почему здесь больше чем? Второго это среда. Раз, два. Потому что приходится на выходные и тянут их назад до рабочего. Но мы не могли в субботу, когда мы не работали, выплатить. Правильно? То есть не менее чем за 3 календарных дня. Но если это попадается какой-то выходной, я еще раньше выплачу. Не менее. Я могу за 2 месяца выплатить ему отпускные наперед? Конечно, это не нарушение законодательства. По плану он уходит в отпуск, я за 2 месяца ему выплачиваю. Конечно, это не выгодно фирме, но это другой вопрос. То есть все отпуска и больничные. Ну я ему сейчас проведу этот отпуск. Соответственно, кстати, машина больничная отдельно считает за счет работодателя 3 дня, за счет ФСС все остальные дни. Она отдельно считает, вы все знаете, что если страховой стаж более 8 лет, то 100% ему полагается. Если страховой стаж от 5 до 8, то 80%, а если менее 60%. Да, при этом 100%, но не более, чем какие-то там 40% от 45. Почему от 45? Здесь важно просто его заработок на предыдущих местах. Если человек заработает 100 тысяч, то он очень больничный, как же исходя из... Получит исходя его заработка. Его текущий заработок вообще не учитывается. Ограничения которых, вы говорите, зашиты в 1С как? Максимальным доходом. То есть, если у него максимальный будет 1700 или 1670 в месяц, в день, то 20 с чем-то рабочих дней. А мы говорим, больничные. Выходные учитываются во время болезни? Конечно. Если он болел все 40 дней подряд, соответственно, мы будем умножать на его положенные там... Ну, или 30 дней за весь месяц, 31, значит, на 1670, на 1700, сколько ограничено лимитом. И мы получим приличную сумму 40 с чем-то тысяч, которые вы говорите. Но это нужно узреть. То есть, нужно указать средний заработок его за 14-15 год, что он был по 2 миллиона. То есть, превысил 624 тысячи и 670 тысяч, соответственно, по каждому из годов. И его максимум, который может быть 1700, хотя среднее будет 9500 в день. Ему никто не рассчитает, конечно. Ему дадут максимум 1772,60 в день. Окей. И даже если мы укажем 100%, ему полагается, машина скажет, максимум за 9 дней ему 15900. А если я укажу за весь месяц, что он болел с 1-го, 11-го, 16-го по 30-го, 11-го, 16-го, то, соответственно, максимум не 40 с чем-то, которые уже устарели, а именно максимум 53-178. Конечно. Ну, посмотрите, 3800 НДФЛа, 49-200 с чем-то получит. Ну, круто же. То есть, что он болел, что он такой-то не был и нестоплачен, что он болел. Да, но страховой стаж должен быть больше 8-ми лет. Ну, например, оба больше 8-ми лет. Да, если оба больше. Но у другого зарплата не такая, у другого такая. Конечно. Один будет получать 53, а у другого зарплата была 20 тысяч официалка, он получит копеюшки. То есть это при условии, что оба превысили 624 и 670 тысяч, соответственно, в 2014-2015. А если другой работает, зарабатывает в этом году 2 миллиона, но до этого нигде не работал, он получит себе по минималке. Текущий заработок просто не учитывается. Ну, и, соответственно, это все можно показывать. Значит, если есть отпуск, только отпуск. Я потом создаю начисление зарплаты за месяц ноябрь. Соответственно, в ноябре 2016 года машина должна автоматически учесть, что были отпуска. И что он работал всего лишь 15 дней, и она начислит ему за 15 дней. Отпуск покажет всего 24. Почему он меньше получил или больше? Это жизнь. Вот столько ты и получил, столько ты ему и начислили. Удержание. Жена Иванова получает свою сумму. НДФЛ. Вычеты сработали. Из всех. Да, абсолютно верно. Да. Ну, он не мог одновременно и болеть в отпуске, а просто одновременно сделать два документа, чтобы показать вам разницу. Он мог заболеть в это время. Конечно, продлевается. Вам нужны зарплаты и управление персоналом. Конечно, если хотите продлевать, удлинять. А он в это время болел, когда был в отпуске. А он принес позже, конечно. И вышел. А он нам приносит через два месяца больничный. А у него отпуск должен продлиться автоматически на это число дней. Значит, вы должны будете условно сторнировать его отпуск. Конечно. И его право на отпуск сохранится на будущее. Но в этой типовой бухгалтерии это невозможно. Поэтому вы будете это делать в зарплате и управлении персоналом. Или ручными проводками пытаться это сделать. Ручными это смерть. Потому что, когда вы нажимаете провести все движения отпуска и прочее, машина пишет в миллионы регистров. Видите? То есть вам нужно потом делать отмену этих регистров или корректировку. Но что сделали 1Сники с прошлого года, с лета 2016 года? Раньше, если я мог свободно поставить галочку «ручная корректировка» и по зарплате подделать, что хочу, сейчас они полностью это убрали. Чтобы вы все равно пользовались зарплатной программой и там все это рассчитывали. То есть или ручными операциями создавать эти регистры и там сторнировать. Если здесь с плюсиком, там с минусиком на дельту. То есть головная боль бухгалтеру прибавилась. Раньше, если я мог просто зайти прямо здесь ручными корректировками и в зарплатных начислениях откорректировать как надо, чтобы попало в нужные регистры и в отчеты, то сейчас, увы, работа усложняется. Вся зарплатно-кадровая часть не допускает вам менять регистры. Здесь можно выбирать регистры, можно указать, что вы хотите какой-то регистр и что-то отражать. Но в этом регистре вы не можете ничего добавить. Плюс это или минус судить вам, намек 1Сников понятен. Нужна зарплата управления персоналом. Вот Наталья хочет фокус. И мы сейчас посмотрим фокус и как раз на этом закончим. То есть, если мы начислили с вами начисление, удержание и так далее. И скажем, что у нас сегодня рабочая дата условно 10 ноября 2016 года. Я понимаю, что в оборотно-сальдовой ведомости у меня накопилось множество долгов и перед сотрудниками, и перед бюджетом, и перед внебюджетными фондами, несмотря на то, что с 2017 года все налоги, все взносы платим в налоговую. То есть, у меня и перед сотрудниками, и перед внебюджетными всякими, и перед бюджетом НДФЛ есть долги. Видим, как автоматически оплатить всеми сразу. Ну, первое. Если вы хотите сделать ведомость на сотрудника в банк, вы делаете эту ведомость. Ведомость банк создать. И помните, ведомость оснований для платежа, по мнению Центробанка. Вы не имеете права без ведомости ни копейки выдать сотрудникам. Увы, как бы мы этого не хотели. То есть, соответственно, я здесь сейчас укажу чисто номинально, что некая организация, единая платежка, мне нужно здесь указывать самого Иванова и его расчетный счет. У меня их нет. То есть, нужно заводить на него счет, и мне сейчас лень это делать. Поэтому я делаю платежное поручение, как будто я это перечисляю не Альфе, а Сбербанку. То есть, я Сбербанку по зарплатному проекту, тогда нужно указать зарплатный проект. Мы зарплатный проект не создавали, тогда просто мы с вами создали ведомость и создали к ней платежное поручение. То есть, одна платежка уже есть на основании ведомости. Могу сделать иначе. То есть, это платежки. То есть, вы формируете их, если есть зарплатный проект, просто реестром. Если их 500 человек и все хотят на свои карточные счета в разных банках, значит, в карточке каждого сотрудника заведете его личный лицевой счет или какой счет. Просто в ЗУПе можно указывать по зарплатному или иначе. А здесь, если по зарплатному, только по зарплатному. Если иначе, вручную платежки на каждого отдельно и вручную выбираете его счета. Как создавать платежные поручения? Банки, касса, платежные поручения. То есть, платежные поручения, конечно, есть кнопка оплатить все налоги и взносы. Вот я хочу нажать оплатить все налоги и взносы. Создать платежные документы. Автоматически у меня уже много платежек, 6 штук. Как их отправить в банк? Проще простого по кнопке отправить в банк. То есть, мы начислили, мы создали платежки, мы их отправляем в банк. Ставим все галочки и нажимаем файлик куда на рабочий стол, где и что и как. И сохранить, и выгрузить. И машина автоматически выгрузит. А что за контроль безопасности и как с ним работать? Конечно, об этом будем говорить на курсе 1С Бухгалтерия. То есть, вы не сможете, если я сейчас закрою это окошко, машина не сформирует мне файл, как раньше на рабочем столе. А здесь особая форма. Машина говорит, пока открыто это окно, вы должны будете зайти в этот момент в клиент банк, загрузить этот файл. И как только вы закроете это окно, файлик исчезнет. Это призрак файла, который не дает к нему ворваться ни одному вирусу. Круто. То есть, супер безопасность. Значит, открываете клиент банк, грузите туда файлик. 1С вам пока не нужна, то есть, 1С можно свернуть. И, соответственно, вы откроете рабочий стол и найдете на рабочем столе вашу папочку. Это нововведение. То есть, если я нажимаю выгрузить и выбираю рабочий стол, у меня на рабочем столе будет этот файлик. Вот он. Но если я сейчас закрою это окошко, файлик исчезнет. Смотрите, файлик открыт. Он читабельный. Есть. Но у меня есть куча секретов фокусов, как их исправить. То есть, как спрятать, как сделать, как должно быть. То есть, соответственно, все равно мы можем обмануть машину. Я ее уже обманул. Файлик закрываю, смотрю, на рабочем столе пусто. Действительно, она спрятала файл. Но я успел что-то с ним сделать. То есть, я могу зайти теперь в банки кассы банковские выписки и загрузить свой файлик, спрятанный куда-то. Я нажимаю загрузить и выбираю свой файлик. Соответственно, я сейчас до 2 секунды загружу все выписки за текущий период. Котик мне в этом поможет. Значит, машинка ждет, уже загруженный. Автоматически на 10 ноября множество платежных поручений превратились в выписки. Я вижу, списано столько-то, поступило столько-то. Я загрузил свою выписку банка. У меня уши. Как исправлять эти уши? Автоматически мы рассматриваем на курсе 1С Бухгалтерия. Мы работаем подробно с четвертой формой отчетности бухгалтерской движения денежных средств. Приходите на курсы к Иванову и будете о всем знать. То есть, для крупнейшей компании важен этот отчет. Конечно, для малой и средней достаточно баланса и формы 2. Для крупнейших важна и форма отчета об изменении капитала, и о движении денежных средств, уплата НДФЛ налоговыми агентами. То есть, все здесь отражено. Могу ли я зайти в саму формочку и распечатать реестр уплаты НДФЛ? Она покажет, что за октябрь у Иванова удержали и перечислили бюджет 1716. В каком случае реестр не заполняется, и многие слушатели руками заполняют печатные реестры? Есть тоже секрет. То есть, если мы, ФУАТ, не выплатили зарплату, она никогда реестр не заполнит. То есть, должна быть выплата зарплаты и должно быть перечисление бюджета. Вносы. Она знает, на какой субсчет, ФСС, ПФР, ФФОМ, все автоматически. Все позиции автоматом погашены. Вся задолженность в оборотно-сальдовой ведомости погашена. У меня 68, 69, 70 на 10, 11, 16 на момент платежа погашена. И у меня нету долгов перед сотрудниками, перед персоналом, перед бюджетом. Что и требовалось, рассмотри. Все остальные нюансы, моменты, позиции, сложные с частью расчетов, которые есть в типовой бухгалтерии, мы рассматриваем на курсе 1С бухгалтерия. Просим всех вас, или на первый уровень 1С бухгалтерии, или на курс расчеты по зарплате и кадрам. Всем спасибо, всех приглашаем на курсы.